Дорогие друзья, с вами Таня Фирн. Благодарю вас, что смотрите мой канал. Можно подписаться, ставить лайки. А сегодня я хочу по многочисленным просьбам сделать для вас видео на тему, как быстро бросить курить. Дело в том, что очень многие люди курят и порой не осознают, для чего они это делают. Я не хочу говорить это плохо или хорошо, выбор всегда за вами. В данном случае я хочу вас познакомить с несколькими техниками, которые вам реально помогут это сделать. Если опять-таки у вас есть желание бросить курить, то есть первое, вам необходимо иметь это желание, то есть вы реально хотите бросить курить. Это уже большой плюс. Это уже хорошее начало. Следующий момент. Вы можете просто реально начать увеличивать свои физические нагрузки. Предположим, вы живете в мегаполисе и можете подниматься, начать подниматься по лестнице. На 9, на 10, на 15 этаж. Именно вот эти подъемы будут вам давать максимальную нагрузку. Если вы бегаете или раньше не бегали и решили бегать, это, конечно, тоже очень здорово. Однако именно подъем по лестнице еще лучше, если вы будете подниматься по горам. Собственно, на это видео меня и натолкнули реальные люди, которые были в горах и курили. И вот, как правило, день-два они бросают курить, потому что вот эти подъемы, в ритме подъема человек особым образом начинает дышать. Сердце начинает работать в определенной частоте, определенное количество ударов у сердца. И человек реально понимает, как бы сама природа выталкивает вот эти его сигареты из его жизни. Сначала, может быть, день-два человек начинает курить меньше. То есть, если он курил 20 сигарет, при вот этих подъемах он начинает курить 10, 15, кто 5. Тут в зависимости от индивидуальных ситуаций и, так сказать, способностей. Значит, еще раз подчеркну. Вы начинаете подниматься по лестнице, хоть на 20 этаж, только, пожалуйста, без перегрузок. Можете начать сначала подниматься до третьего этажа, до шестого, до пятого. Слушайте себя. Лучше постепенно, мягко, однако, нагрузки эти давать. Это первый способ. Теперь я вам расскажу второй способ, тоже очень эффективный. Как только вы в очередной раз захотите курить, вы стараетесь это не делать, но при этом вы вместо того, чтобы достать сигарету и ее закурить, вы начинаете интенсивное дыхание. Иначе говоря, 10 глубоких вдохов и 10 глубоких выдохов. Прекрасно, если будет, конечно, чистая обстановка, какой-то парк, сквер. То есть старайтесь это не вдыхать где-то среди машин. Однако, если этой ситуации совсем нет, скажем, в мегаполисе, то все равно вдыхайте плавно воздух и плавно выдыхайте. Обычно 10 глубоких вдохов и выдохов достаточно для того, чтобы вы как бы получили некую компенсацию. И вы заметите, что в данный момент вам не захочется курить. Возможно, это не произойдет сразу. Может быть, день-два будет какая-то ломка. Это абсолютно нормальная реакция будет любого организма. Однако попробуйте этот метод. Бывают люди употребляют какие-то вместо сигареты семечки, конфеты. Это все как бы менее эффективно. А вот именно эти два способа попробуйте, пожалуйста. Особенно варианты подъема и глубокие вдохи и выдохи. Во всяком случае, вместо 20 сигарет вы можете выкуривать 10. Потом будете снижать, снижать, снижать. И так незаметно практически 5-7 дней вы реально можете бросить курить. Я вам искренне желаю быть здоровыми, взять эти методы на себе в практику. И бросайте курить. С вами Таня Фирм. Подписывайтесь на мой канал. Можно ставить лайки. Оставляйте свои комментарии обязательно, потому что мне интересны ваши мнения. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok